Вот, помнишь, когда я тебе звонил, говорил, где дрожжи? А я реально нашел их потом. Где они, Женя? Рядом все эти. Нету. Они спрятаны, лежат внизу. Самые, женщина говорит, они лежат, короче, рядом все яйца, на нижней полке. Я пошел, пиздец. Мне все просто, мне мясо. Фарш и погнали. Я захотел бургер. Что нужно для бургера? Нужно мясо и нужна булка. А булку делает мой очень хороший товарищ, Леха Чербак. Я буду попозже заниматься мясом, а Леха сделает булки. Булки он сделает из картофельного пюре. На основе картофельного пюре нам потребуются яйца, сливочное масло, сахар, соль, картофельное пюре уже упомянутое, отвар картофельный. Сегодня мы будем использовать сухие дрожжи и пшеничная мука высшего сока. У тебя сколько в рецепте грамм муки? Килограмм? Килограмм. Идеально. Аптека. Аптека. Для приготовления наших булок понадобится 200 грамм. Это чистый картофель, сваренный в чистой воде. Яиц мы используем 150 грамм. Сорт ТСО. Положили яички. Берем. Это яйца. Не белок, а желток. Это яйца. Ты говоришь яички. Я наставил, что это яйца. Хорошо. Как вам больше нравится? Берем 40 грамм сахара. Яндекс или гугл в граммовке сахара нам поможет. 20 грамм соли. Соль берем. Какую вам больше нравится? Главное, чтобы она растворилась в тесте в процессе замеса. Главное правило. Первое правило. Смотри рецепт. Когда что-то печешь. Второе правило. Смотри рецепт. И третье правило. Если у тебя ни хрена не получается, смотри рецепт. Ну собственно легкий ты и смотри. Нужен рецепт. Несмотря на то, что я пеку достаточно часто, много. И булочки я пеку не первый раз. Количество рецептов, которые в голове, они путаются. Не, ну ты же человек, ты же не компьютер. Это нормально. Это абсолютно нормально. Масло нам нужно сливочное, не соленое. 80 грамм. Если вы делаете замес. Масло не жирное, масло вкусное, молочное. Я ради масла с хлебом готова на все. Добавили 80 грамм масла. По рецепту в эту массу добавляется 30 грамм дрожжей. Практически все ингредиенты, кроме отвара картофельного, добавлены. Вливаем его и ставим первые 5 минут замеса на первой скорости. Итак, первые 5 минут мы помесили тесто. И поставили на вторую скорость замес 8 минут. Все, тесто готово. Выложили на поверхность. Сейчас осталось его немножко округлить. Вот таким движением его вверх. Вот для чего это нужно, смотрите. Аккуратный, спокойный подъем в течение часа. И мясо, и тесто надо ливать. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты с селедкой ее, там с рыбой. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Будем ждать и любить тесто в течение одного часа. Ты хьюкаешь любви, но я просто подожду, Лёх, ты прости. Помнишь фильм «Американский пирог»? Они имеют отношение тесто другое. Хорошо, люби его по-русски. Блин, мясо проще. Кому как. Я тебя понял. Пошли. Так, куда я? И как говорится, снова здравствуйте. Спустя час времени. Сейчас это 25 минут. Видите, оно не сразу возвращается на место. Вмятинки остаются. Это значит, что для него оптимальное время отстовия. Если вмятинки проваливаются, если резко поднимаются, это значит, что со временем не все в порядке. Сейчас у нас с тестом все хорошо. Еще один немаловажный момент. Можете посмотреть, что емкость практически чистая после теста. Это показатель того, что тесто хорошо вымешано и хорошо расстоялось. Должны выгнать лишний газ. Значит, мы выбрали для себя граммовку в 120 грамм, потому что наш маэстро будет готовить плотные, вкусные, большие котлеты, которые можно наесться с одного укуса. Внимание, у нас фильм о Неловимые Мстители. Много, мало. Помнишь? Много. Много. Да, это, по-моему, называлось короной Российской империи. А ебанет? А кто же хуй его знает, кто это сказал? А их можно уже шарики катать? Через 15 минут будем катать шарики. То есть, мы сейчас вот так и все. Да я, Патуш, вот мне всегда было интересно. Здесь достаточно все просто, просто основная формовка будет потом. Нет, ты на мои руки смотри, я понимаю, ты все умеешь. Внутрь как бы один кусочек теста. А то, что туда воздух попал. Все, уйдет потом. Это, кстати, булочки первый раз, Людик. Ну, нормально же получается. Глядовец. 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 Опа. Оно должно 15 минут в таком состоянии отдохнуть. После этого мы сформуем булочки и выложим их уже на противень, для того, чтобы они подошли к перед посадкой печи. Пока все. Что все-то, блин? В Магдон пришел 5 минут, бургер готов. А мы уже... Говорят, что бургеры у них вкуснее. Полтора часа. Ну, вкусно будет. Вкусно, вкусно, великолепно. Потрясающе. Замечательно. У нас прошло 15 минут, наше тесто немножко подошло. Из него сделать заготовочки для бургеров. Подминаем, получаем шарик. После чего берем рукой и вот такими движениями скатываем шарик. Вот этой частью немножко прижимая вниз, тем самым натягивая поверхность теста. Вот она, булочка, которая у нас будет. Все. Готово. Ну это непросто. А что с таким пузыряем делать? Грубо. Все, мы его оставляем на час на расстой. После чего мы будем их обмазывать смесью из воды, яйца и соли. Не, ну жать-то хочешь, сколько их можешь? Месить-то, блин. Может, дети не доели, а папа доест. Баба, может, у тебя русских бургеров с ворогом вареный. Огонь. Так, собираем наш шайтан-машину. У нас маленькие дети, поэтому я фарш делаю мелкий. Но любят они так, ничего с этим не поделаешь. Отличный отруб на котлеты для бургеров. Это чак-кроу. Зерновой откорм, раморная говядина, жир до хрена, сочный, мощный. Все, как мы любим. Все недооценивают чак-кроу. Смотрите, какой он офигенный. Фарш надо хорошо либо вымесить, либо отбить. У нас есть диаметр, в который должен влезть каждый кусок. Мясо сочное. Опускаем. И вставляем. До щелчка. Все нужно делать до щелчка. Это очень важно, потому что если без щелчка сделать, и хреновый бургер получит. Содержание жира 40%. А жир это сочный. Но на самом деле бургеры делают с чистым мясом. Лук там делать нечего, ничему делать нечего. Это какое? Так, в фарш нужно добавить. Горчицы. Я добавил 2 чайные ложки горчицы. Соль это самый крутой депрессант. Сейчас мы перемешаем. Он, правда, руки не хочет собачивать. Отбивает фарш для того, чтобы из него вышел весь воздух. Чтобы котлеты у нас не разваливались. Но опять не вешу. Я беру булочку. Примерно как твоя булочка. У тебя сейчас булочка подойдет и увеличится. Правильно? Да. Я беру плющу. Я не пользуюсь всякими атрибутами. Котлеты в том, что посередине надо сделать углубление. То есть середина должна быть тоньше, чем края. И тогда будет нам счастье. Я вот твои булки лепил. Оу май! Твой выбор. Я мял твои булки. А ты мои булки не хочешь мясные мять. Пока Лехи нет. Я знаю, как он это делает. Блин. Ну, вроде все готово. Так, Лех, что там еще? Можно мазать? Перед посадкой в печь нужно сделать следующее. Мы хотим уже немножко пошире булочки сделать. Их надо. Игонечко. Должна быть разогрета духовка. Разогрета она должна быть до 175 градусов. И выпекать булочки будем 25 минут. Все. Я предлагаю вам, коллега, взять твои булки наши и пойти печь. Средний. Взял бумажку прям так. Закрываем. Ай, красота. Первое. Второе. Очень горячо? Горячо, да. Сушка, как в деревне у бабушки прям. Ну, ты круто. Ты крут. Пара салатных листьев. Опа. Так. Ну, мне кажется, он идеальный. Папа. Бургер с нуля. Это реальность? Я считаю, что у нас все получилось. Да. Я тебя поздравляю. Эй. En girl. Папа. 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 sm